В Верхней Пышме, на выезде из города, а конкретно на развязке с трассы, ведущей в Зеленый Бор, в 9 с половиной часов вечера навигатор столкнул лоб в лоб два болида и покалечил пять человек. Предыстория такая. В Кировграде 62-летний рулевой, зеленый 99-ки, со стажем пилотирования 22 года, взял на борт трех пассажиров. То ли своих знакомых, то ли левых попутчиков по системе диалога человека с вороной, бла-бла-кар, это неважно, и взялся доставить их в стольный Град Екатерины. Пожилой пилот Зубила ехал по навигатору, который завез его в Верхнюю Пышму. И вот там, на выезде из города, на второй степенке, коварный навигатор сказал пилоту нечеловеческим голосом «Поверни направо, на главную, на односторонку». А на дворе, напомню, был уже десятый час вечера, темнота. Ну и 62-летний, мега-опытный рулевой не разобрался в ситуации и, по его версии, тупо доверился навигатору. То есть повернул направо. А там действительно односторонка, и все машины едут ему навстречу. Засада. Волю небес, атаковать заблудившуюся 99-ку выпало новенькому. Прошлого года выпуска, компактному кроссоверу Kia Seltos. Как уверяют креативные продюсеры этого автопродукта, поначалу эта бездорожная океанка называлась Келтас. По-русски говоря, Кельт. Ну, так звали мифологического сына мифологического Геракла. Типа такой Кельт Геркулесович. А позже первую букву заменили на С, ну, типа скорость. И вот в этого, первого встречного скоростного Кельта корейского происхождения, влетела наша отечественная 99-ка. А впрочем, долойте бятину. Давайте послушаем уцелевшего участника замеса. Ну, собственно, самого счастливого 57-летнего обладателя Kia Seltos, который вез в новеньком болиде на месте смертника свою родную жену. Он на камеру разговаривать отказался из скромности, но за кадром с удовольствием поведал, как пилот 99-й облажался и повернулся в второстепенки не в ту сторону. Ну, я правильно понял? Они, получается, вот отсюда выезжали и вместо того, чтобы... Там есть выезд города. Да. Они должны были ехать туда. А они на встречную поедут? По этой причине он решил, что надо ехать сюда. Занимает еще правую полосу, в которую я как раз ехал там. А их спасатели вытаскивали из машины? Да. В результате лобового тарана, читай, неравного боя, покалечились пять человек. Четверо в 99-й, не оборудованной кислородными подушками безопасности. Это и сам обманутый навигатором Бла-Бла-Кар-Атист и трое его кировградских пассажиров, которые до Екатеринбурга добрались. Но только не туда, куда намечали, а до ближайшей травматологической клиники. Туда же уехала и жена рулевого Kia Seltos. На южной недостойчиво, пока ничего не отмечали. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно.